МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМЕХ Ну как? Что как? Что это такое вообще? Ты понимаешь, Коля, мне так не хватает сейчас летнего настроения. И я решил добавить в наш интерьер ярких красок. Вот это яркие краски, Карен. Это же черный квадрат, Малевич. Нет, нет, дорогой, это у Малевича черный квадрат. А у меня насыщенный загар. Настоящая летняя тема. Кстати, насчет летней темы. В прошлом году в Сочи уснул на пляже. Что, сгорел? Да это не то, что сгорел. Обуглился, как он, черный квадрат, Малевич. СМЕХ Ой, Анечка, вот это яркие краски, насыщенные, радостные. Анечка, между прочим, правильно поставленный шезлонг. Это и есть залог летнего настроения. И не только, дорогой Коля, но и залог настоящего курортного романа. Скажите, девушка, а вы верите в любовь с первого взгляда? Да. А вы? А я нет. Вы знаете, в последнее время зрение ослабевает. Поэтому предпочитаю на ощупь. Так, мужчина, 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 это мой шезлонг. Я его с вечера занимал. Слушай, почему так говоришь, а? Я говорю, идите отсюда, это мой шезлонг. Слушай, почему ты на меня сердился? Я на тебя не сердился. Я говорю, идите на сцену. Ваш выход. Как мой выход? Так, Коля, держи, я побежал. Анечка, между прочим, я тоже не верю в любовь с первого взгляда. Каждое время года прекрасно само по себе. Но особенно с нетерпением мы ждем прихода лета. Потому что именно летом мы можем насладиться видом морского прибоя, принять солнечные ванны и увидеть столько радостных, счастливых лиц. Девочка обращается к родственнику, приехавшему отдохнуть. Ой, дядь Коля, как хорошо, что вы к нам приехали. Теперь у нас будет полное счастье. Да, Катенька, а почему ты так решила? А потому что папа, когда узнал, что вы к нам едете, он сказал, только его нам не хватало для полного счастья. Ну, если говорить честно, курортные города всегда ждут гостей. Здесь есть все для этого. Ласковое море и, конечно же, жаркое солнце. И, конечно же, курортный роман, если тебе, конечно, повезет. Вот, особенно, когда есть из кого выбрать. Недалеко от берега купается очаровательная женщина и кричит, «Помогите, помогите, Тану!» Ей на помощь бросается, «Мужчина, держитесь, женщина, я сейчас!» Она говорит, «Нет, нет, нет, это я не вам кричала, а вот того высокому блондину справа». Многие приезжают на отдых с семьями. И тогда можно увидеть такую картину. Муж с женой загорают на пляже. Жена говорит мужу, «Яша, как тебе не стыдно? Мы с тобой вместе загораем на пляже, а ты пялишься на посторонних женщин». Он говорит, «Ну и что, сопочкой? Даже если я на диете еще меню не могу посмотреть?» А вот еще одна забавная история. Кавказский мужчина потерял жену. Ну, так получилось, разминулись. И он подходит к полицейскому, говорит, «Товарищ полицейский, я жена потерял, помоги найти». Тот говорит, «Ну, сообщите приметы вашей жены». «А приметы что такое? Объясни, дорогой». «Ну, вот у меня жена высокая, стройная, блондинка, с прекрасной фигурой». «Да, товарищ Милиционер, моя жена не надо, пойдем твоя жена искать». Курортный роман, он как праздник. Пусть даже не долгий, но яркий. Двое мужчин разговаривают в Москве. Один говорит, «Я отдыхать буду только-только в Сочи. Это самый лучший город, лучшего города для отдыха. Быть не может в Сочи живут такие культурные, интеллигентные люди. Идешь по улице, вдруг машина обрызгала тебе грязью. Водитель выходит, извиняется, сажает себе в машину, везет к себе домой. Накормил, напоил, одежду постирали. Сказал, ночуйте у меня дома. Утром отвезет в аэропорт, да еще денег на дорогу даст». «Подожди, подожди, это все, что ты рассказал, с тобой было?» «Да нет, это не моя жена рассказывала». Самое главное, что в курортных городах очень много романтики. Мужчина с женщиной стоят и разговаривает. Молодой парень, явно местный житель, говорит, «Танечка, как мы с тобой познакомились? Ты веришь, я ни пить не могу, ни курить не могу, и даже нормально кушать не могу». Он говорит, «Неужели ты так сильно полюбил меня?» «Нет, просто на все это у меня уже денег не осталось». Ну и самое главное, что люди приходят сюда не только отдохнуть, но и подлечить свое здоровье. В санатории разговаривают двое пациентов. Один говорит, «Вы знаете, в прошлый раз, когда я здесь лежал в кардиологии, меня кололи в одно место. Потом я здесь лежал в урологии. Меня тоже кололи в одно место. Потом я лежал здесь же в неврологии. Меня опять кололи в то же самое место. Я так понял, что здесь, в этом санатории, лечат тоже через одно место». «Конечно же, санаторий – это очень дорогой отдых и гораздо приятнее и радостнее иметь родственника в курортном городе. И вот приезжает один гость к своему родственнику на 3-4 месяца. Ну, а что, за квартиру платить не надо, море рядом. Ну, хозяину это стало уже надоедать. Он ему намекает, слушай, говорит, дорогой, тебе как-то уже ты 3-4 месяца уже почти здесь живешь. По семье не скучаешь? Жена, дети, все. Ну, не скучаешь? Он говорит, как не скучаешь? Еще как скучаю? Я как раз им сегодня позвоню. Завтра они все тоже к тебе сюда приедут. Время на курорте летит быстро. Не успел оглянуться, а уже пора собирать чемоданы. И тут главное – не опоздать на поезд. По перрону бежит мужчина и кричит, «Я отстал от поезда! Я отстал от поезда!» Рядом грозный мужик сидит на скамейке. «Че ты орешь, а? Че ты орешь? Я тоже отстал от поезда. Я ж не ору!» «Да как мне не орать? Я ж пассажир этого поезда!» «Подумаешь, а я машинист этого поезда!» Но когда вы уже сели в поезд, отдохнувшие, загоревшие, возвращаетесь к себе домой, пусть все ваши впечатления и воспоминания об этом отдыхе будут самые теплые, самые яркие и самые радостные. Ой, дядь Коля, а с чего это вы вдруг решили про ядовитые грибы почитать? Еду делят. Или отравить кого-нибудь собрался. Ой, дурак. Просто зрители, вон, баночку подарили, вот я и думаю, поклонники это, или наоборот, злопыхатели. Вот этот какой-то странноватый. Попробуешь, Сань? Нет, спасибо. Мне ещё ипотеку платить. А вот давай завтра с утрица рванём в лес по грибу, я такие места знаю, и насолим, и нажарим, и закатаем. Слушай, классная идея. Очень классная, возьмите нас с собой, пожалуйста. Не-не-не, как только в лес войдём, ну и начнёте комары и покусают. Нет, мы не заноем. Мы возьмём с собой много спрей от комаров. Да, и кремов, и на комарники возьмём. Мне такой классный на комарни геологи подарили, да? Да в лесу сыро. Запищите, что ноги промокли. Не запищим. Мы возьмём с собой резиновые сапожки. Да, по две пары. И дождевики. А из дождя они будут? Запищите, что жарко. Нет, у меня такой красивый, брючный, пляжный ансамбль новый. А если голову напечёт? Ой, ну тогда мы с собой шляпки возьмём, тёмные очки и крем для загара. А в лесу диванов нет. Ну тогда мы с собой возьмём раскладные стульчики. Правильно, и покрывало. А потащить как вы всё это? А у меня есть такой прекрасный чемодан на колёсиках. И у меня туда влезет всё, даже ваши грибы. И корзинки мне нужны. Ну, как и так, тогда пойдём. В лес? Да. На сцену. Ваш выход, блондинки. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. С вами я, профессор Бабочкин. Мы ведём наш репортаж из подмосковного леса, куда в августе прилетают жуки-олени. У них начинается период спаривания. И сейчас я попытаюсь поймать для своей коллекции одного оленя. О, бабка подмосковная обыкновенная. Сынок, а ты чё тут делаешь? У меня оленей ловлю. Оленей? Оленей. И как же ты их ловишь? Бабушка, они такие шустрые, а я их вот с очком ловлю. Оленей? Оленей, не оленей. Правда, они высоко на дубах сидят, и сачок туда не достаёт. Олени на дубах? Ну да, на дубах, на осинах, на берёзах. Сачок не достаёт, но я их пивом приманиваю, потому что олень, он что, он пиво любит. Сунет туда хоботок, и сасёл, сасёл, сасёл. А чё тут ещё и слоны летают? Какие слоны? С хоботом? Да нет, с хоботом это олени. Они хоботом пиво сосут. Хоть голыми руками их бери. Пиво сосут. А чё у тебя такое за пиво? Ну, наше обычное пиво. Сынок, угости бабульчику, я тоже хочу олени посмотреть. Не, бабушка, у меня чуть-чуть. Вот только для олени. Ну, и ещё маленько для носорогов. Аба. Тут шо, ещё и носороги летают? Летают, ещё больше, чем олени. Вот, хотя спариваются они реже. Хоботом? Хоботом. Они пиво сосут. А спариваются они... Да хрен их знает, чем они спариваются. Понятно. А ну, пошёл вон отсюда, алкошня проклятая. Весь лес загадили, ни грибов, ни ягод не оставили уже. Бессоусный пун тебе. Сынок, а ты чо, тоже оленей ловишь? Нет, я белочку увидел. Фотографирую. Ага, и давно ты её увидел? Да только что, тут была такая шустрая, рыжая. Ага, с хоботом? Нет, с орешками. Понятно. А ну, пошёл вон, алкошня проклятая. Да что ж такое, грибов, ни ягод. Ну, давай. Ну, Вика, ну скоро уже будет речка, а то я устала нести свою косметичку. Жанечек, кажется, мы пришли. Ой, как здорово, как здорово, что мы с тобой выбрались на рыбалку, а то этот шоппинг уже надоел. Не говори. Здесь так красиво, но гораздо красивее, чем в социальных сетях. Это точно. Вика, а ты когда-нибудь была на рыбалке? Нет, но я однажды поймала зубами золотую рыбку. А это когда было? Ну, когда мне муж на башку аквариум надел. Вика, смотри, сколько рыбы. Гляди, там вот на меня такая рыба смотрит. Глазище, бо, губище, бо. О, губышка, это же твое отражение в воде. Симпатично. Спасибо, спасибо. Смотри, Снежанчик, что я взяла. Кто это такой? Эд. А, эд. Ничего себе, какая у тебя селфи-палка большая. Мне сказали, рассказали, что это удочка. Ничего себе, что мы будем с ней делать. На удочку мы будем ловить рыбку. Ага. Вика, а какая рыба тут ловится? Ой, мне сказали, рассказали, всякая разная. И шпроты в масле, и тунец в собственном соку. Говорят, даже можно поймать печень трески. Ого, здорово. Вика, я забыла, а на что нужно рыбу ловить? Не помню. Привет, девчонки. Привет. Здрасте. А вы тут одни? Да, да. Вика. Ааа. 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 Вспомнила. Рыбу надо ловить. На червя. века а где водится это червя червя водится в земле так хорошо и как ее достать копать а чем ногтями ногтями за три тысячи я придумала а давай ты меня сфоткаешь как будто бы я копаю этого спина чешется все тело прям чешется вик ты у меня по моему аллергия на эту рыбалку стяжанчик стань с муравейника стяжанчик такой прикольный танец подожди я щас пузечку включу видео снимем все будет просто огонь в тренде зайти века давай же будем рыбу ловить хорошо давай смотри есть рыбки самки они с икрой так с какой икрой с красной или черной нет с кабачковой а есть и рыбки самцы они вообще без икры века ну давай тогда будем ловить самцов почему ну потому что мы хлеб с тобой не взяли и икру не на что намазывать будет стяжанчик какая ты умная спасибо давай ловить самцов на вот хочешь забросить удочку хочу давай где жанчик ты чё самом деле как блондинка ты зачем выбросила удочку ты сама сказала рыбалка спасибо ты сама сказала хочешь забросить удочку вот никакой рыбы не будет все спасибо тебе дорогая века я все придумала нам же с тобой никто не поверит что мы были на рыбалке так давай сфоткаемся для телеграмм ну какая ты умная у меня спасибо давай скорее так только моя рабочая сторона давай чтобы было поехать давай поехали готова давай очень страшная зеленая это что такое здесь нам мешается ты что-то не пойму я здрасте 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 а вы чего тут делаете мы здесь ловим самцов понятно проститутки да нет вы не поняли мы снимаемся для телеграм после 100 грамм снимает понятно алкошня и проститутки а ну идите отсюда весь лес загадили алкошня проклятая ни грибов ни ягодь уже идите вот сюда фу на вас что же делать ни грибов ни ягодь хоть один подосин вы губнойте а хоть бы один под березовый добрый день здрасте а вот одни а у меня для вас кое-что есть сморчок стойте люди природа не только наше богатство но и грибатство нет ребята что не говорите а дача это рай вот так бывало че окно распахнешь птички поют дятел что-то долбит а белочка ко мне приходит да я в хорошем смысле она у меня с руки ест дядь коль дача это тяжелый физический труд а тяжелый физический труд миша стимулирует творчество вот так прополол грядку придумал шутку прополол грядку у тебя потом все руки в мозолях это уже не шутки это уже слезы дача это шашлык дача это комары дача это бесплатные овощи бесплатные покупаешь теплицу семена рассаду инструменты бензин чтоб до дачи доехать пашешь все лето и потом наслаждаешься бесплатными овощами дача это прекрасно приезжаешь на природу жаришь шашлычок пьешь шампанское отдыхаешь купаешься загораешь расслабляешься самое главное чтобы эта дача была не твоя гениально завтра же едем на дачу на твою а сейчас к Сергею Дроботенко на шашлыки друзья мои представим вечер встреча она и он о жонушка моя дорогая здравствуй птичка моя ну что принесла в клювики как опять ты мне мстишь да а за что мы же вроде квиты ну давай еще раз вспомним как было дело давай мы поехали в лес на шашлыки ты пошла за хворостом я за мясом когда смотрю ты бежишь как угорелая я еще подумал наверное проголодалась а бежишь ты как-то зигзагами и глаза впереди тебя бегут последний раз ты так бегала на даче когда дедушка улей перевернул я раньше и не думал что люди могут так быстро бегать на четвереньках и присмотрелся за тобой гонится кабан красавец клыки полметра тебя всегда везло на самцов ты можешь спросить почему я залез на дерево и я тебе отвечу понимаешь я не хотел вам мешать твой кабан ты разбирайся почему я не бросился на помощь я засмотрелся как грациозно ты перепрыгиваешь через деревья почему последняя олимпиада прошла без тебя ты бы выиграла прыжки с шестом даже без шеста а как ты пыталась обмануть кабана помнишь с места сиганула в дупло и притворилась кукушкой ты куковала ровно час интересно кабан поверил что он столько проживет дорогая я открыл в тебе много талантов раньше я думал что наш слесарь Петр Фомич непревзойденный мастер по нецензурной лексике раньше я думал помнишь когда ему прищемило пальцы трубой ты помнишь тот часовой монолог в котором самыми приличными были предлоги в и на так вот зайка по сравнению с тобой он просто мальчик то что мы услышали с кабаном это были даже не трехэтажные это были небоскробы ты спрашиваешь почему я никого не позвал на помощь кто поможет кабану как это я не звонил по мобильному я звонил тебе помнишь еще спросил что делаешь у тебя уже под конец не было сил а я тебе говорил накануне ночью давай лучше спать завтра будет трудный день как в воду глядел как грациозно ты висела на березе потом руки затекли и ты вцепилась в ветку зубами я опять спросил что делаешь ты сказала сок пью после чего рухнула прямо на кабана а кабан испугался ты это поняла по горячим следам в конце концов за кабаном гналась уже ты нет тебе было мало ты вырвала пень и метнула кабан пригнулся да а я не успел так вроде мы квиты нет ты пятый день приходишь сюда в отделение от реоматологии приходишь полюбоваться на мою сломанную челюсть и пятый день приносишь зараза орехи а кто-нибудь может сказать как в этом сезоне отдых в сочи как там вообще туда стоит поехать стой да очень очень стой сочи это песня сочи это сказка дружок садись закрывай глазки и слушай уважаемые пассажиры наш поезд прибывает в город-курорт Сочи ой какой поезд двухэтажный девушка вы туфельки на первом этаже наденьте а то либо лоб об потолок расшибете либо с лестницы навернетесь такси такси недорого куда хочешь поедем хочешь в черное море хочешь в красный поляна горе с ветерком поедем конечно в горы летом на лыжах класс ну я не умею на лыжах тогда на санках или на ватрушке не 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 хочу в горы я хочу на пляж пожалуйста кукуруза горячая пахлава медовая чурсхэра налетай фото с обезьянкой удавом на память скажите чиз я устала я хочу в гостиницу пожалуйста четыре звезды недорого тридцать тысяч сутки правда горячей воды нету но до моря пять минут но сначала в ресторан а шашлычок под коньячок дорогая оксаночка выпьем за этот прекрасный вечер дорогая оксаночка давай выпьем за эту чудесную ночь дорогая оксаночка выпьем уже утро мне пора как уважаемые пассажиры наш поезд отправляется в славный город Москва нет я не хочу обратно ехать на поезд тогда пристегните ремни взлетаем вот это здорово вот это мне нравится ну сколько стоит такой отдых такую песню испортил а слушай обидно да такую сказку сделано были вы понимаете ли ну вы можете объяснить ну сколько это будет стоить это таких бабок стоит что и говорить об этом не стоит я не пойму о каких бабках идет речь о новых русских бабках а вот что думают много накидали не будут полную шляпу наброс аж никто ничего не кидает вовремя убирать надо за собой граждане товарищи люди добрые не проходите мимо обратите внимание для вас поет солистка большого и малого похмелья обладательница почетного звания золотая глотка придуралья матрёна баронесса нигматулина фон гетчменвальдек бузова вторая куплеты романсы песни композиторов а также серенады марши частушки разные вариации пахмутова добро нравов red hot chili peppers кстати живой звук в этом мире я гости не брошеный вот отсюда здесь веет холодом бросив шляпу деньгу хорошую я вот два на один с городом а подруга козан кудрявая объявила мне конкуренции гнезда рада бонды хорялые неприятная старушена сия блин ты чё делаешь браво музыкант бессовета браво музыкант явилась поешь уже да тебе-то чё витас на пенсии сама такая прибежала да ни свет ни заря поскорее тепленькое местечко занять да я гляжу и расположиться уже успела О, гадина уже и прикормить успела. Я вилась, блин, кослявая с косой. Откуда коса, а-то? За ночь выросла. Я первый на это место пришла. Договорили же, я на Казанском, ты на Белорусском. Давай, скандабай туда, Варвара краса, куплю волосы дорого. Да на себя погляди, Матрёна. Не дня без самогона, не дня без самогона, гона-гона. Я бабушка Матрёна, я с радиошансона. Чё ты пахтишь-то? Можно подумать, Клав, ты в запои не была. Я не была. Зря, там есть на чё поглядеть. Какая красотища. Вот так вот. На, потряси. Ты чё сделала, гадина? Я её полдня пристраивала. Ты чё пристроишь? Поцелуй меня с разбега, а? Ты клавиатуру-то компьютерную видала? Ну, видала. Сейчас у тебя зубы такие же будут, клавиши пробел, клавиши пробел. Твоим бы языком до качелю на морозе лизать. Ничего. Ничего, сейчас как шибану, вон гланды выпадут. Ты вообще с головой-то дружишь? Мы спим вместе. Не попало. Не попало. Не попало. Блин, попало чуть-чуть. Хватит. Контрольчика. Ты чё, камнями, что ли, плюёшься? Пломбами. Я так и знала. Оторвала, тварь, галальщая? Вон слева компания идёт подростков. Стой, не мешай, минутяй. Вон ту стримфу. Ромашки спрятали, поникли лютики. Когда отдыхнула ты на них с утра. Ты чё делаешь? Отдыхнула? Ты зачем сюда пришла? Помешать, что ли? Я помогать тебе пришла. Отдыхнула зачем? Я пришла тебе помогать. А ты как меня встречаешь, а? Я фрапирована. Я фрапирована твоим поведением. Я тебе музыкальный инструмент в подземелье принесла. Трясающе. Тебе кто-нибудь пианину в подземелье приносил? Нет. А я тебе пианину... Я пианину на себе пёрла! Правда, она маленькая. И в неё надо дуть. Ты дуть-то хорошо, ведьмуми. Не жалуюсь. Вот ты дуй, как раньше говорили. Ладно, хватит дуть уже, мой. Возьми обратно в коллектив. Не возьму ты безолаберное. А где купить? Кого? Ну, лаберное. Иди отсюда, безграмотный человек. Безолаберный, знаешь, безответственный человек. Купить. Ну, возьми обратно в коллектив. Нет. Ну, всё, что заработаем на двоих, поделим. Ладно, мне 51, тебе 49. Согласна. Всё, контрольный пакетик у меня. Распелось? Мать, поскольку ты сильнее меня, тебе монетки. А я уж так и быть бумажные заберу. Шлаф, ты сама умная, да? Я очень умная. У меня, знаешь, какая IQ. Видала я твою IQ. Маленькая в кунопушку. Направо погодишь заметно, незаметно, говорю. Башкой вертишь, как башня танкая. Браток, видишь, стоит? Я его что-то не заметил, а вдруг наедет. А я для чего теперь? В смысле? Сейчас пойду договорюсь. Ты чокнулся. Не надо как-то по тунге, по железной дороге. Здорово, братишка. Вас как зовут? Егор. Егор. О, тезка. Егорушка, можно мы постоим здесь маленько, поглядишь, чтобы нас не трогали? А? С нас лимон. Спасибо тебе, Егорушка, огромное. Баркута Ленинград. Ты договорилась? Договорилась, смотрите. Егор, будет глядеть за нами. Сколько пошло? Мать так с лимон, что в Москве, что в Самаре. Слушайте, стой, не думаю, дожили в подземном переходе выступать. Так ведь кризис, банкомат ему в печи. План все хорош, работа спора. One, two, three, four. По жалобни, можешь? Люди добрые, извините, что к вам обращаемся, сами мы не местные, ехали на гастроли, а продюсер нас обманул. Похитил все деньги, скрылся в неизвестном направлении. Помогите собрать денег на обратную дорогу. Ты чужбина, ты чужбина, чужая сторона. Кто может, помогите домой уехать к нам. Старые больные, нас в поезде трясет. Купить нам помогите билет на самолет. Бизнес-класс. Чужбина, ты чужбина, чужая сторона. Никто нам не поможет, пошли отсюда нам. Ну-ка хорош, разоргнулась. Давай на кризис побольше дави, на кризис. На кризис? Сказала. Поняла. Товарищи, господа банкиры, олигархи и прочие жулики. Помогите, кто чем может. В период глобального кризиса. Тихих в лесу, только не спит козел. Песец к нему в гости недавно пришел и кризис с собой привел. Кому сколько не жалко. Исключительно на возрождение отечественной культуры. Хватит плав дивана. Мося, а ты вот когда поешь, ты кого подразумеваешь? Да никого не подразумеваю. Это легория, понятно тебе? Как говорится, язык из опа. Язык и что? Как тебе не понять, так и весь философский. Да что ты говоришь, ты над дикцией поработай маленько. Может пойму тогда я. Правда, ничего не подойдет. А потому что зря мы здесь стоим. Не денежно это место. Подземный переход. Я вон на Ленинградке за полчаса. Три пенсии имею. Не стыдно. Да я самогонку там продаю. Да ты гонишь. Гоню, мой. По-черному гоню. Гоню и продаю. Мой, давай по чуть-чуть для храбрости. На чем наставила? Клюква, яблоко, картошка. Хрен до места с мухомор. А что, неплохо, кстати, хорошо пошла. Тебе опять не пошла, да? Не в два горла пошла. Ты всегда в два горла пьешь, собака. По мне крепковато, прям крепковато. Хотя должно дело пойти на этой почве. Я начну, ты подхватишься. Ван, ту, срин, фун. Где метро шумит. Где стучит вагон, гон, гон. Там с цветочком пили самогон. Десять литров я помню нагнала. А на третий день белочка пришла. Белочка, белочка, белочка. Ты к нам пришла, хорошо. Белочка, белочка, белочка. Как бы контракт не пришел. Давай играй, я буду танцевать. Не надо танцевать. Мы так больше внимания привлекли. Пожалуйста, не надо. Белочка, Белка, обигоняющая. Белка, обигоняющая. Белка, обигоняющая. Решил устроить ему романтическую вещь. Боже, может, не интересно никому. Накрасилась, побрила брови, выщипала ногти. Да наоборот, глупая. Да нет, наоборот. Зажгла свечку. Вставила в это как-то. В подсвечку. Ого, и устроила ужин при свечах. Макароны по-флотски кельт в томате. Вишневый компот из погреба достал. Семьдесят девять лет стоял от матери. Видно, остался. И надо в таком случиться. В самый ответственный момент на улице дождь. Она во двор за бельем. А дальше вот что было. Он овернулся в дом. Вот дождь попавшая. Душь по щекам течет вновь ружей. Какая страшная. Когда накрашена, а не накрашена еще. Бреха! Короче, она в дом валивается, товарищи. Мужик ее видал. И эта старшая скрипанда к нему и никому не любимый. И он от страха весь ее обмяк. Не весь обмяк местами. Ну, естественно, он ее видал. Она улыбается во всю пасть. Вот как-то зарет бабушка череп в окно с второго этажа. Дворя бросло, молодой мужчина. Неприличный мужчина. Со свидания убегать неприлично. Хотя, мой, ты права. В наше время стало как-то трудно найти нормального мужика. Спокойся. Как, говорит, стоят девчонки, стоят сторонки, платочки в руках. Те, ребят. А потому что на десять девчонок статистически. Четыре наркомана, три алкоголика, два разведенных и один нормальный. Но он жена. Ой, блин, мужики, у них как конфеты. Никуда не знаешь, как агадость под фантиком. Я-то ли считаю? Лично считаю. Мужик, он как паркет-клав. Один раз хорошо уложил, говорит, 50 лет по нему ходить можно. У меня ли нулю? Я знаю. Вечный. Да. А я думаю, мужики, они как коктейли в баре. Легория. Есть сильный, есть слабый. Согласна. Есть кислый, есть слабый. Согласна. И у каждого, блин, своя соломинка. Сохватит, пожалуйста. Соломинка все есть. Ты сама-то какой коктейл предпочитаешь? Лично я предпочитаю коктейль секас на пляже. Я серьезно спросила на пляже. Тебе кефир на печке или валерьянку на городе надо? Зря ты так. Я еще нравлюсь мужчинам. Гляди, какая стройная, как березка. Да, да, стройная, как березка, талия осиновая, грудь липовая. Одним словом, доска сороковка. Не завидывай. Просвечившись на солнце, бабушка рентген. Может, я на диете сижу? Как называть? Пенсионная. Я думал, молодая. Ешь только то, что можешь купить на свою пенсию. Да. Кстати, давай споем, что мужики про наши женские диеты думают. Неплохо стать, поехали. Женская диета, ну зачем ты в моде? Ведь страдает сразу вся огромная семья. Тесть похудел, как вобла. И ест сын на работе, но больше всех страдаю я. Но больше всех страдаю. Лишь вчера была ты, всех на свете крашен. Лишь вчера любил я 115 килограмм. Но села на диету и ешать не лишь кашу. Зачем такое надо нам? Зачем такое надо нам? Так вот какая ты. А я любил твои печенья, чебуреки с рыбкой, пироги. Так вот какая ты. Блины и пеляши ты позабыл, а не готовишь ты. А кстати, вот еще что. Ты знаешь, какая самая лучшая диета, клава? Кто, я что ли? Да ты. Нет, не знаю. Сломанный челюсть. Остров худомания в мире моды есть. Весь покрыт диетами, абсолютно весь. Весь покрыт диетами, абсолютно весь. Остров худомания в мире моды есть. Там живут несчастные жены богачей. Секретарши штатные ноги от ушей. Вешалки на подиум, пафосный гламур. Много разведен там и обычных дур. Что они не кушают, полон рот за пот. Вес не опускает, а тавия растет. Биокорм глотают дрем, слезы по ночам. И таблетки тайские пьют на зло врачам. Вроде им не толстые, могли бы жить. Им бы все диеты девять до отменить. Но рыдают бедные и страдают вновь. Сброшь пару килограмм. Светочек, я прям любовалась тобой, как изящно ты умеешь прыгать. Прям как будто спортивная женщина. Ну, в прошлом я имею. О, мой, я всю молодость спортом занимался. Ой, да ладно. Каким? Санным. Что, не нравился, что ли, ругаешься? Что не нравился-то? На санках с горы. А, я забыла, прости. Из наболевшего. О, цари, да цари, от темного, темного. Любви говори, но не более того. А, на-на-на, я-на-на, я-на-на. А я хочу, а я хочу опять. Но не могу, мне 85. Ты распугала всех озабоченно. А может, я мечтаю? Мечтаю, чтоб какой-нибудь мужчина наконец-то снял с меня венец безобразия. Чего? Этот, блин. Конец безбрачия. Венец, чокнутый. Венец безбрачия. Язык из опа. Мужчина, не проходите мимо. Обратите внимание. Положите нам денежку. Симпатяшка, Херувим, Аполлон, Брэд Питт. Красавец. Ну куда же ты, урод? Это она крикнула. Может, мужикам наши песни не нравятся? Ну давай петь про то, что нравится. А про что им нравится? Известно про то, что им нравится. Про футбол, про рыбалку, да про машины. Короче, начну подхватиться. One, two, three, four. Майки чёрные. Майки красные. Майки жголты. Майки разные. На футболе то, а мужики сидят. И во все глаза на газон глядят. Двадцать полугаёвки. Майки пупят, в поле бегают. Пусти на ногах два часа. За бинько пытаются. С трибун кричат, возмущаются. Парады вы бинько-рогие. Балерины, блин, кривоногие. Плачут вам за что? Миллионами. Шевели шустрее по дозам. На машинах бэнки катаются, а играть совсем не стараются. Всех на здельщину надо посадить за забитый мяч. Сто рублей кладить, сто голов за матч. Буду забивать, а вот тогда с трибун. Буду ты им кричать. Подойди ко мне, а ты мне нравишься. А поцелуй меня, да не отравишься. А поцелуй меня, а потом я, а потом вместе мы расцелуемся. Матрена Дигмакулина, фон Кейсим Байкер! Паранешца, третьез поколений! отец ушел теплоходом на константинополь подайте кто-то может пошло дело матька лошадь и лошадь я говорю лошадь и лошадь не лошадь а кладут стыдобище лошадь приехала тут лошадь но я и говорю уже целую шляпу наклали в ленту блин давай скажи который час мне интересно мальчишка час любви да ладно большая стрелка на маленькой 12 уже надо закругляться метро закрой чтобы сделать ничего на попутках доберемся маленько набросали ну и хорошо пиво хорошо спрашиваешь не спрашиваю я издеваюсь ты знаешь мать я сейчас мороженого неожиданно хочешь хочешь нет я нормального хочу молодец ты мой молодец я тоже так считаю у каждой женщины должен быть официальный муж и мужик запаска ты чему приличную женщину учишь у каждой женщины один мужчина должен быть как говорит лучше тянется в руках чем это как ее чайка на голову прекрасный торт мужчина желаем вам чтоб женщины любили вас всегда они только в день зарплаты а я всем девчонкам желаю чтоб у всех ваших мужиков была брода хотавча на тракте бидохайте себе счастье в городе вашем мы ненадолго шоу покажу и вновь на полку я черно нижний а я наверх не люблю чтобы видеть лес за окошком вдаль уходящую степную дорожку мечтаем встретить мы трехсветную кошку что нам удачу принесет мы уедем в ночь на ночной электричке и не оплатим мини бар по привычке снова будто две перелетные птички будем лететь и ночью и днем чтобы к вам когда-то опять возвратиться и чтобы по новой друг друга влюбиться чтобы как сегодня повеселиться вы молодцы ну а мы пойдем глупая это танец умирающий от любви бебедихи ровная смирно педаль розиновая отдай отдай билет гадина отдай билет гадина шоу а а Субтитры подогнал «Симон»